Витаем вас! Здравствуйте! С вами благодейный фонд Чуденники Вины. Я Гусь Богдан. Мы находимся с вами на выставках, которые мы организовали уничтоженной техники русской армии России. Сзади меня находится БТР-70 КШМ. Это знаменитая машина, командно-штабная машина, которую мы привезли с высоты, где была 200-я Печенская бригада. В этой машине явно были офицеры 200-й Печенской, Печенка, город такой есть, на России, на севере. И вот это 200-я Печенская бригада принцессок, любящих мыльце, крем, мыло и пенки всякие для ванн, принцесски, детские соки, шампунчики. Они пришли и обстреливали город Харьков. Находились от Харькова несколько километров. С этой высоты они видели город Харьков. С этой командно-штабной машиной они руководили обстрелами города Харькова. Мы ее оттуда привезли к нам. Эта высота находилась за поселками Русская Лозовая и Безруки. БТР-70. Технические характеристики. Боевая масса. 11,5 тонны. Тип брони. Стальная катаная. Лоб корпуса. 8-10 миллиметров. Борт корпуса. 6 миллиметров. Скорость по шоссе. 80 километров в час. Скорость по грунтовым дорогам и колонным путям. 25-30 километров в час. БТР-70 очень неудобный, чтобы его покидала пехота, десант. Двигатель находится сзади. Дверка слева-справа маленькая. БТР-70 это колесная. Выскочить из нее на ходу вообще невозможно, потому что нет нижней ступеньки, на которую десантник или экипаж. Чтобы покинуть бронетранспортер должен наступить и безопасно выйти. Человек покидая эту технику на ходу, солдат вероятнее всего погибнет. В верхней части есть как бы впереди там люки, но под огнем противника покинуть бронетехнику через них невозможно. Командирский он не вооружается никаким оружием, кроме того, что это просто железо, которое должно своей толщиной защитить экипаж. Обычное стрелковое оружие, которое есть, автоматы, пистолеты, это и все вооружение у тех, кто в нем находится. Верхняя надстройка, она для размещения кондиционера, для охлаждения приборов внутри этой боевой машины, а также туда выносятся различные радиостанции. Поэтому там все жестянко, все тонкое, очень легко пробивается любым стрелковым оружием. Даже из любого пистолета это все можно пробить, и любые осколки, любая кинтая граната, все это выведет из строя. Когда эта бронетехника едет с открытыми люками, там очень тонкие стекла, они тоже пробиваются. Спасибо за просмотр, дякуем. Постараемся сделать для вас ролики еще более интересными. Слава Украине, героям слава, Украина выстоит и победит. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки.